Максим Строев из города Ливны Казачий фестиваль в парке культуры и отдыха города Орла 28 августа 2021 года Субтитры создавал DimaTorzok А здесь желающие зрителей, из числа зрителей, пытаются рубить бутылки Получилось! Молодец! Музыка 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 Очень острая шашка Музыка Легко рубится Музыка 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 Сейчас он сказал, сделай, так то мне можно будет попробовать. Ух, как здорово, пять штук сразу, вообще классно. Проходи, ага, спасибо. Для детей столько должно быть, понимаешь? Да, да, понимаешь. Господи, спасибо. Дорогие друзья, Господи, на третье найдите документы на имя Жишкарева и Ивана Анатольевича, Курской области. Если он меня слышит, то присылите из других областей. Жишкарев Ивана Анатольевич. Миша сейчас говорит, что мы выберем, а я что-то сделаю. Ивана Анатольевич. Ивана Анатольевич. Два раза слох, третий раз не получалось. Спасибо вам большое. Первый раз в жизни, я думаю, для первого раза и два раза нормально. Здорово, слушайте, мне понравилось. Я думаю, мог бы три раза одну бутылку порезать, только у меня какой-то разволновался что-то от успеха. Надо похлоднокровнее рубить. Я что-то обрадовался, что у меня прям с первого раза получилось, и стал неаккуратно действовать. Нельзя все-таки гордиться. Плохое это дело. Надо действовать спокойно, хладнокровно. И тогда все получится даже у новичков. Так, пойдем дальше, посмотрим. Ростова Это лишь хладнокровность. Видео. Она очень острая, эта шашка, если ровно держать, невозможно просто промахнуться, очень ровно. Вот тоже с первого раза, наверное, получилось. Ох, как спокойно. А на третий раз, ну тоже, примерно как я. Первый раз, да, парень? Молодец. У нас с тобой казачья кровь, наверное, есть, где-то глубоко. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, трубку так срезал он, в общем, сверху. Ну, хорошо. Ладно, тоже хорошо. Вот такие замечательные, как даже сказать, тренировки от казаков, порубки бутылок. Я рад, что поучаствовал тоже. Пойду снимать клуб имени Высоцкого, библиотеку Бунина. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий Зарла. Так, ну это долгая песня. Хорошая сегодня погода. Тепло. Так, сейчас еще пироги доснимаю, и все. Красивые пироги. Скажите, пожалуйста, а в чем особенность казачьих пирогов? Чем они отличаются от русских, традиционных там всяких? Какие сейчас продают? Сиди к центру. Поставной выходит сюда. Ага. Как они в печке? Ну, пожалуйста, не снимайте, я же не в облах. Это наш центр областной, мы проводим мероприятие. Ну ладно, хорошо. Пироги. А, уже разобрали. Рецепты, рецепты. Вот и все. Ну, тогда сниму пироги с рецептами и этим ограничусь. Да, это любимая пекарня, она нам по заказу пекла. Возле магазина Зрёднам находится. Ага, замечательно. Вот такие вкусности. Очень красивые. Вкусные, наверное, очень. Это выставка, да? С половиной часа, да, это выставка. А два с половиной часа их только достали с печи. Ну, и свежайшие. Они тут продаются? Нет. Мы их будем вручать коллективам, которые на видео. А, коллективам, точно, помню. Да. С федеральным городом. Ясно. Хорошо. Ну ладно, спасибо. Очень красивые пироги у вас. Спасибо. Так. Все. Фонтанчик наш замечательный. Вот снимем казачек на прощание. И пойдем дальше. Красивые костюмы. Красивые песни, вкусные пироги, острые шашки. Вот такое оно наше казачество. О, Валерий играет. Повезло. Так, ну это отдельный ролик будет. Спасибо.